Как я уже говорил, сегодня с так называемой сталинской репрессией принято обязательно сопровождать эпитетом незаконные. То есть, как бы подразумевается, что при Сталине законность в принципе не соблюдалась, и, наверное, тогда во время суда, в соответствии с известной пьесой Островского, обвиняемый должен был произносить ритуальную фразу «суди меня, судья неправедный». Увы, для обличителей на самом деле ситуация была, я бы сказал, прямо противоположная. Например, такой далекий от симпатии к Сталину человек, как Алексей Казанник, который был назначен Ельцином на пост генерального прокурора РФ буквально на следующий день после расстрела Белого дома, то есть 5 октября 1993 года, в одном из интервью заявил буквально следующее, что когда он был студентом юридического факультета Иркутского университета, то он ознакомился с делами сталинского времени, уголовными делами, и к своему ужасу обнаружил, что во всех этих делах законность соблюдалась, что, дескать, вот такой закон был жесткий, но при этом формально он не нарушался. И действительно, если мы посмотрим на уголовную практику 30-х годов, то обнаружится, что даже такой самый разгар так называемой большой чистки, то есть 36-37-37 годы, довольно много выносилось оправдательных приговоров. То есть, например, во второй половине 36-го года судами было вынесено свыше 8% оправдательных приговоров по статье 58-10, то есть антисоветская агитация. Ну, в 37-м году этот процент упал до примерно 2,5%, зато в 38-м году он вырос до почти 6%. Это опять-таки подчеркнул, что по статье антисоветская агитация, то есть такой одной из самых политических статей, и в самый разгар так называемого большого террора. Для сравнения, в наше нынешнее демократическое время, в 2001 году российские суды вынесли 0,5% оправдательных приговоров, то есть 0,5%, но дальше демократия у нас все-таки нарастает, и в 2002 году этот процент повысился уже до 3,25%, а в первом квартале 2003 года уже процент оправдательных приговоров в нашей нынешней РФ составил 1%, то есть в несколько раз меньше, чем при Сталине. Ну, тем не менее, сказать, что все осужденные в 30-е годы были осуждены правильно, также было бы неверно. Действительно, у нас много людей пострадало как бы безвинно, и дела против них действительно были сфальсифицированы. Особенно это касается вот этого периода большого террора, то есть период, как называемый, ежовщины. Но тут можно задать вопрос, а когда же началась реабилитация этих людей? К удивлению, опять же, многих облючителей, выясняется, что эта реабилитация началась как раз вот именно еще во время правления Сталина, причем как раз в конце 30-х годов. То есть как только в руководстве Органовой госбезопасности появился тот же самый Лаврентий Павлович Берия, когда ежов был снят с должности. И, например, скажем, в январе 38-го года на пленоме ЦК ВКПБ уже прозвучало осуждение в практике огольного исключения из партии, а 26 января того же 38-го года газета «Правда» вышла с такой характерной передовицей под названием «Реабилитировать неправильно исключенных, сурово наказать клеветников». И действительно, у нас перед войной состоялось, можно сказать, такие вот бериевские реабилитации, когда дела нескольких сот тысяч человек были пересмотрены. Причем здесь действительно следователи пытались разобраться с каждым таким делом и посмотреть, как бы действительно пострадал ли человек огольно от огольного обвинения или же все-таки он был виновен. Но когда к власти пришел Хрущев и когда он начал свою кампанию разоблачений так называемого культа личности, то хрущевские реабилитации, они в своей массе не отличались такой тщательностью и справедливостью. Наоборот, в общем-то, для очень многих дел там характерна просто откровенная подтасовка фактов в пользу обвиняемых и просто фактически эти дела при их пересмотре они разваливались. Когда у нас начался новая волна реабилитации, она началась, как известно, при Горбачеве, когда там началась у него, как вы помните, антисталинская истерия и, естественно, сразу начались эти очередные там завывания про невинные жертвы, то там стало еще веселее. То есть у нас в октябре 91-го года был принят закон РФ о реабилитации жертв политических репрессий, статья 5, которого предусматривала, что по ряду деяний, которые в времена Сталина считались преступными, люди подлежат реабилитации в несудебном порядке. То есть по этим статьям обвинения, если человек был осужден в годы правления Сталина, то сейчас он оправдывается не судом, а единоличным решением прокурора, который посчитает, что, дескать, там обвинение несостоятельное. И только в том случае, если прокурор посчитает, что не стоит этого человека реабилитировать, то уже нынешний суд, он должен принять решение об отказе в реабилитации. Что же это за такие деяния, по которым людей нужно автоматически реабилитировать? В первую очередь, это те люди, которые были осуждены за антисоветскую агитацию и пропаганду и за распространение заведомо ложных измышлений порочащих советский государственный или общественный строй. Но возникает вопрос. Получается, что по логике тех же Горбачевских и Яковлевских реабилитаторов, если человек распространяет сознательную клевету на органы государственной власти или на существовавший в стране общественный строй, то это деяние вовсе не является ни преступным, ни даже предусудительным. Но это вообще-то логика очень странная, потому что, в общем-то, если мы посмотрим на практику тех же самых государств Запада, тех же самых Соединенных Штатов, то мы там обнаружим, что попытки именно клеветать на органы государственной власти там пресекаются и караются. Более того, они пресекаются и караются даже в нашей стране, то есть в нынешней РФ. Можно, например, вспомнить, как в начале 2010 года судебные эксперты Курской лаборатории судебной экспертизы, проанализировав одну из оппозиционных листовок, пришли к выводу, что содержащийся в этой листовке лозунг «Долой самодержавие и престолонаследие» содержит в себе призыв к насильственному изменению существующего в РФ строя. Ну, естественно, что в данном случае здесь, как говорится, усердие превозмогает рассудок, но в целом надо признать, что да, государство должно иметь право себя защищать. Потому что, если, например, обычный гражданин, в случае, если на него кто-то клевещет, он имеет право на судебную защиту и клеветник в таком случае карается и административными мерами, то есть по Гражданскому кодексу и может подвергнуть события уголовной ответственности, если какая-нибудь, например, фирма, про нее распространяют клеветнические измышления, тоже имеет право себя защищать в судебном порядке, то почему же в этом праве отказывают советскому государству? Ну, естественно, что ответ очевиден. Потому что наши обличители сталинизма считают Советский Союз такой империей зла, против которой нужно было бороться, и, соответственно, те, кто против него боролся, значит, они вовсе не преступники, а такие, в общем-то, герои, правозащитники и прочие жертвы совести, узники совести, так сказать. Но здесь мы опять видим такую интересную параллель, что, как вы помните, когда у нас большевики пришли к власти, то они тоже, в общем-то, славили тех героев, которые боролись с царизмом. То есть там у нас были созданы общества политокторожан. Ну, там вспоминали там и народовольцев, значит, и тех же самых даже декабристов. Но при этом почему-то никому не приходило в голову, что надо в судебном порядке реабилитировать, например, тех же народовольцев или того же самого Александра Ульянова, который готовил покушение на императора Александра Третьего. А причина здесь очень простая. Потому что большевики, да, значит, они, как бы, заявляли о том, что мы гордимся этими борцами с предыдущим режимом, что да, мы считаем этот царский режим преступным, но они при этом вовсе не считали, что те люди, которые боролись с царизмом, являются именно такими невинными жертвами. Наоборот, они считали, что эти люди, как бы они сознательно, может сказать, шли, то же самое, в тюрьму и на эшафот. А наши обличители сталинизма, у них такая, значит, позиция, я бы сказал, шизофреническая. То есть, с одной стороны, они считают, что вот сталинский режим был преступный, и, соответственно, с ним надо было бы бороться. Но, с другой стороны, они утверждают, что никакой реально борьбы не было. И что все те люди, которые были при Сталине осуждены, как бы за борьбу против советской власти, значит, за борьбу против социалистического строя, они осуждены безвинно, то есть, значит, никто не боролся. То есть, такое у нас было, значит, там, непротивленчество. Но это все, опять-таки, вызвало тем, что у нас существует такой основополагающий постулат нырешней антисоветской пропаганды, что все жертвы сталинизма являются невинными. И, соответственно, под это все подгоняется, а если при этом нарушается логика, то тем хуже для логики. Но вернемся к закону о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года. Следующие два вида преступных деяний, которые перечислены в его пятой статье, и которые, по мнению нынешних реабилитаторов, в принципе, не являются преступными, это нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, и посягательство на личности права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Ну, все очень хорошо, но только если мы заглянем в новейшний уголовный кодекс, который сейчас действует на территории РФ, то обнаружим там статью 239, которая называется «Организация объединения посягающего на личности права граждан и согласно которому у нас карается создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, либо с побуждением граждан к отказу от исполнения ими гражданских обязанностей». То есть вот какая странная ситуация получается, что вот сегодня создавать, скажем, религиозное объединение, которое посекает на права граждан, это нельзя, и за это у нас могут привлечь уголовную ответственность и даже посадить на срок до трех лет. А вот при Сталине это все делать было можно, и это деяние не является криминальным, соответственно, за него людей нужно автоматически реабилитировать. Как мы видим, закон, в общем-то, явно тенденциозен и предназначен для того, чтобы, в общем-то, создать такое впечатление, что вот именно при Сталине все, кто был осужден, они осуждены невиновно. При этом получается, что те люди, которые на самом деле пострадали безвинно, а такие люди есть, и их много действительно, это нельзя отрицать. Так вот, эти люди, которые по-настоящему невинны, они оказываются в одной компании с людьми, которые были осуждены заслуженно. И таким образом, само по себе понятие реабилитации, как восстановление справедливости, оно полностью размывается и превращается просто в какую-то фикцию. Тем более, что давайте посмотрим, как у нас шел этот процесс реабилитации, какими темпами он шел. В 90-е годы там темпы этих пересмотра дел были таковы, что каждый день в среднем рассматривалось порядка 700 дел, а количество работников прокуратуры, которые их рассматривали, составляло, в общем-то, чуть больше сотни человек. То есть получалось, что на каждого работника прокуратуры, который должен был эти дела пересматривать, приходилось несколько дел за рабочий день. Понятно, что в этой ситуации никаком тщательном рассмотрении этих дел и речи не могло идти. И понятно, что вот эта предусмотренная законом процедура отказа реабилитации, она составляла для этих работников прокуратуры просто такую очень жуткую головную боль. Потому что ведь там нужно оформлять кучу документов, подавать в суд и все прочее. Поэтому тот процесс, который у нас имел место, его, в общем-то, правильнее было бы назвать массовой незаконной реабилитацией. По аналогии с либеральным термином насчет массовых незаконных репрессий. Что при этом еще хочу добавить. Что опять-таки в одном из интервью данной газете «Невское время» в 2001 году наш бывший главный идеолог перестройки Александр Яковлев, который, как вы помните, при Ельцине возглавлял этот процесс реабилитации, заявил буквально следующее. Что хотя с юридической точки зрения, например, тот же самый Берия является невиновен, но до тех пор, пока он, то есть Яковлев, жив, он его реабилитации не допустит. То есть получается, что здесь у нас совершенно ему по боку и принципы законности, и даже принципы справедливости. Просто для Яковлева есть люди социально близкие из числа тех, кто был при Сталине репрессирован. А кто эти люди, об этом я еще расскажу в следующих передачах. И есть люди, которые по определению являются исчадиями зла, вроде того же Берия, реабилитации которого он никоим образом не допустит. Ну что ж, в общем-то, мы еще раз видим, что этот процесс реабилитации носил и продолжает носить откровенно заказной характер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok